Друзья, всем привет! Именно здесь, в этом шумном месте, я хочу начать этот видеоролик, в котором я вам расскажу, чем закончилась моя эпопея с банком. Кратенько напоминаю, летом прошлого года уже получается, я пришел в Альфа-банк по адресу Большая Тульская, Дом 2, который расположен сзади меня. Написал заявление с просьбой выдать мне потребительский кредит на сумму 1 миллион рублей. Менеджер банка так красиво меня оболванивал, просто меня чехвостил. И в сумму моего кредита всунул 264 тысячи рублей страховку, которой я по факту даже воспользоваться не могу. Здесь я прям детально вам все рассказывать не буду, оставлю две ссылки в описании, где я все это сделал. Кому интересно, кто оказался в подобной ситуации, обязательно перейдите, посмотрите. После этого многие люди, когда я рассказал об этой истории, начали мне писать. Кто-то поддерживал, огромное вам за это спасибо. Но были и те, кто поддерживал банк, говорили, ну вот тебя развели, все было законно, ты везде подписался, я кричал, я говорил, парни, ну вы поймите, то что такое может произойти с каждым. Нет, банк нормально. Были те, кто говорили, что считать не умеешь. Друзья, все я умею считать, я знаю, как это все высчитывается, 31 умножить на 60, вот тебе вся сумма. Факт в том, я сел, доверился, это, конечно же, моя ошибка, и вот так получилось. Значит, были те, кто говорил, что вот у тебя ничего не получится, ты белобрысый лошара, ты мышь, все, тебя наказали, будешь платить. Так вот сейчас я вам прям с таким удовольствием говорю. Подслушал одного блогера, вот умеете складывать? Факт плюс ю. Получается факт ю именно тем, кто надо мной смеялся. Смотрите, сделал рефинансирование, сэкономив 210 тысяч по переплатам за кредиты, просто на ровном месте. Добился от банка возврата страховки в сумму 240 тысяч рублей. И таким образом 450 тысяч остаются в кармане у этой белобрысой мыши. Поняли? А теперь обо всем по порядку. Мы присядем в теплое, уютное место. Я вам все расскажу. Также в этом ролике я вам расскажу, что такое банки РУ, что они себе вообще представляют. Стоит ли писать жалобы в Центробанк по этой ситуации. В общем, присаживайтесь поудобнее. Все те, кто хотят взять кредит, все те, кто взяли кредит и оказались в подобной ситуации, для вас это видео будет полезным. Так вот, переместились мы с вами в ту самую комнату, на тот самый стул, откуда я вам начал рассказывать про всю эту историю. Давайте я вам кратенько напомню, что в последнем видеоролике я подвел итог такой, что я с этой страховкой полностью не согласен. Я считаю, что меня действительно сотрудник банка обманул, ввел в заблуждение, как угодно это можете назвать. И что, собственно, мои основные действия как-то из этой ситуации выйти. Ну, как минимум, отменить эту страховку, вернуть свои деньги. После этого видеоролика достаточное количество людей откликнулись. И были те, кто приняли меня за полную лошару и начали предлагать мне, ну, к примеру, купить биткоины. Знаете, в конце декабря прошлого года, прямо на волне популярности, был биткоин. По всем новостям про него говорили, что вот, криптовалюта выросла. И люди мне говорили, смотри, есть биткоины, 5 долларов платишь, через год они будут стоить 100 долларов, а то и больше. Как купить? Да вот на карточку закидывай деньги, мы тебе сейчас все поможем, оформим через нас, официально ты это нигде их не найдешь, биткоины, новая там криптовалюта. Были те, кто предлагал мне дать им 100-130 тысяч, ну, как 50% от страховки. И они мне без суда и следствия, так сказать, все это вернут. Соответственно, я им только даю 50%. В общем, было много умников, которые хотели погреться на мне. Отмечу, что в большинстве своем мне писали люди, которые честно и искренне хотели мне помочь и давали различного рода советы. Вот давайте кратенько я вам их все расскажу. Первое и самое распространенное. Все мне советовали написать заявление, мол, есть период охлаждения. Многие ошибались, говорили 5 дней, хотя на самом деле этот период охлаждения уже увеличен до 14 дней. Что это говорит? Если вы вляпались в такую ситуацию, и именно в этот период вы узнали, что у вас есть страховка, она добровольная, вы можете спокойно оформить заявочку и вам ее отменят. Денег вам вернут либо в полном объеме, либо вернут за вычетом тех дней, которыми вы уже попользуетесь. Ну, условно, в понедельник вы оформили кредит со страховкой, вы пишете обращение, чтобы вам вернули в среду. Вот за эти три дня вы можете частично заплатить. Важно, некоторые банки стали делать хитрее, и они делают вам присоединение к коллективному договору, без которого якобы они прям прописывают, что кредит вам не одобрят. И вот на основании этого коллективного договора, даже если по прошествии 14 дней вы пишете отказ, вам деньги не возвращают. Но в моем случае я спохватился спустя 150 дней, поэтому речь о возврате денежных средств за страховку по заявлению и быть не могло. Второе. Мне написал один из сотрудников банка, стороннего банка, имя которого я называть не буду, для того, чтобы никто не подумал, что здесь какая-то скрытая реклама идет. Друзья, в любом случае я огромное спасибо говорю сотруднику по имени Сергей за то, что он мне помог, что он мне предложил. А он мне предложил сделать рефинансирование под более низкий процент и, конечно же, без страховок. По цифрам. Я взял в Альфа-банке кредит под ставку 16% годовых. Тело кредита начинало с суммы 1 миллион 264 тысячи рублей. Он же мне предложил сделать рефинансирование под процентную ставку 13,5 годовых. На момент этого предложения у меня было 5 платежей. Для того, чтобы делать рефинансирование, нужно дождаться 6 месяца. В цифрах еще раз вам называю. Значит, я платил в Альфа-банке ежемесячно 31 тысячу рублей. Если я делаю у него рефинансирование, то я начинаю платить 27 тысяч 300 рублей за тот же самый долг. Просто они мне его закрывают в Альфе, и теперь я должен не Альфе, а им. И таким образом, с каждым платежом у меня остается в кармане 3 тысячи 700 рублей. На секундочку, я сделал 6 месяцев, естественно, оплату, чтобы сделать рефинансирование. 56 умножаем на 3 тысячи 700 рублей, вы получите цифру 207 тысяч рублей. То есть, 207 тысяч рублей остались у меня в кармане в качестве непереплаты процентов. В-третьих, мне написал один из зрителей канала, который по своему основному роду деятельность является юристом, и предложил на бесплатной основе помощь в виде составления рискового заявления, почитать все документы, взвесить мои шансы вообще на победу, что мне могут сказать судей, чем я могу апеллировать. В общем, был готов взяться за меня с точки зрения, если я буду доходить прямо до суда. А на тот момент, когда я еще не имел рефинансирования, и все было в подверженном состоянии, действительно настраивался идти на суд. Четвертое. Ну и, конечно же, подавляющее большинство людей, включая действующих сотрудников различных банков, мне советовали одно – начинай писать жалобы. И первое, кого они мне советовали, это сайт Банки.ру. Что он из себя представляет? Ну, на этом сайте вы можете оставить свою жалобу, и якобы этот сайт контролирует все управляющие различных родов банков, они смотрят, отслеживают статистику. Когда я зашел на сайт, прошел регистрацию, и нашел Альфа-банк, я был сразу неприятно удивлен. Смотрите, Банки.ру применяет пятибалльную систему оценок. Что это значит? Кто-то ставит двойку, кто-то ставит пятерку, и высчитывается среднее число. Так вот, на тот момент среднее число было 2,09. Впоследствии эта цифра только падала. Я начал читать отзывы, и сразу был опять-таки насторожен. Многие люди жаловались на эти проблемы со страховками. Кто что писал, я вам сейчас пересказывать не буду, я лишь оставлю ссылочку на свое обращение. И вы также можете почитать для объективности, что пишут другие люди. Тем не менее, я сел, подробно написал свой отзыв, свою претензию, после чего мне в течение суток примерно приходит ответ, что все, мы разбираемся, сотрудники банка получили ваше обращение. Проходит еще пару дней, и мне приходит стандартная отписка. Почему стандартная? В общем, мне пишут, что все нормально, мы провели расследование, наш сотрудник прав, он вам все рассказал, вас обо всем проконсультировал, вы поставили свою подпись. Когда я начал просто по страничкам бегать и читать, все те, кто писали по похожей ситуации, что жаловались на страховку, им приходил примерно один и тот же ответ. Более того, два дня прошло, как они могли провести какое-то свое расследование. То есть, в моем понятии расследование, он простое. Поднять видеокамеры, если сохранилась запись, как минимум, видеосъемка сохранилась, об этом тоже чуть позже скажу. Они могли бы посмотреть, и вот это было бы самое настоящее расследование. Когда меня могли бы вызвать в банк и сказать, Дмитрий, присаживайся, вот видеозапись, где тебе все расскажут, и я вижу на ней себя, я вижу то, что рассказывает мне сотрудник, что вот, есть страховка, что она из себя представляет, и я после этого подписываюсь. Все. В этой ситуации, какие могут быть претензии, пинка мне под жопу, и я свободен, и они правы. В моем же случае я получил стандартный ответ, который получает большинство клиентов банка. После чего я также побегал по отзывам, почитал, что пишут люди. Были те, кто отправлял в прокуратуру жалобы, писал в Роспотребнадзор, в Центральный банк, в различные общественные палаты, в общем, в любые инстанции, куда только можно, как говорится. И люди пишут, что проходит 3-4 месяца, пока везде получишь официальный ответ на бумаги. Ответ сводится везде к одному. Вы расписались, вас обо всем проинформировали, было проведено расследование внутреннее, поэтому вы не правы, а банк прав. Естественно, основываясь на опыте других, учаясь на чужих ошибках, я понял, что мне проходить тот же самый путь не имеет никакого смысла. Далее. Были и те, кто советовал мне различных блогеров, мол, посмотри на тех, они там специалисты в этом деле, этим занимаются профессионально, вот к тому юристу обратись, вот в ту контору. Я так кратенько пробежался, одним набрал, другим, везде разговор складывал, что и следующий. Да, мы все знаем, мы во всем тебе поможем, но 10 тысяч рублей, после этого продолжаем диалог. То есть бесплатно советы никто не раздает. Все говорят одно, мы все знаем, все можем решить, но плати денег. Естественно, такой мне момент не устраивал, но кратенько, что я сам смог нарыть, вы можете вообще в принципе не платить кредит, вот полностью взяли вы миллион-полтора, вы можете вот его перестать платить. Это называется банкротство. Но банкротство, это чревато различными роду последствиями, потому что если вас банк, например, уличить в том, что вы специально это делали, что вы сознательно отбанкротитесь, это на самом деле даже может дойти вплоть до уголовной ответственности. В любом случае, если вы попадаете в банкротстве, вам удалось пройти все этапы, вы все сделали правильно, вот в интернете много пошаговых статей, чем это хорошо? Хорошо тем, что вы перестаете платить деньги. Все, вы оставляете все деньги при себе, но это плохо тем, что вы попадаете в черный список на всю жизнь. И в дальнейшем, ну мало ли, когда-то вы захотите взять ипотеку, либо еще что-то, но вам что-то понадобится, все, в банке можете не обращаться, вам кредит никто никогда не одобрит. Параллельно всему этому, я естественно начал звонить в банк, оставлять свои претензии, просить вернуть мне деньги, пойти мне как-то навстречу. Отмечу, что сотрудники отвечали оперативно, я оставляю жалобу, в течение трех дней мне приходит ответ. Но как только все узнавали, что 14-дневный срок прошел, мне говорили, извините, мы вам уже здесь ничем не сможем помочь, продолжайте платить. Такой ответ меня, конечно же, не устраивал. И один из действующих сотрудников стороннего банка посоветовал мне отправиться в отделение, где я брал кредит, записаться напрямую к руководителю, еще раз рассказать ему всю эту ситуацию и послушать, что он скажет. Собственно, что я и сделал, приехав, рассказал, люди меня выслушали. Для объективности отмечу, что я ни разу ни с кем не спорил, все разговоры я с ними начал записывать, для того, чтобы потом никто никак не перековеркал мои слова. Но факт был следующий. Они сказали одно, что мы-то понимаем вас прекрасно, готовы вам пойти навстречу, но ваша подпись стоит, мы считаем, что наш сотрудник вам все рассказал, поэтому уж извините. Поднять видеосъемку у них получилось. Руководитель отделения сказал, что я видел, как вы в тот день пришли, сели вас, сначала начала оформлять, начала оформлять девушка, после чего она там по каким-то причинам ушла, и пришел парень, он продолжил оформление. Но запись есть, соответственно, по идее есть и звук. Она сказала, что если их сотребуют кадры и эти суд, то они без проблем им предоставят. В общем, слово за слово, в процессе общения с руководителем отделения, с его замами, я пришел к выводу, что мне нужно продолжать писать письменные жалобы вышестоящего руководства. Что, собственно, они мне и помогали делать. Я садился, надиктовывал им текст, они его заполняли, мне приходило смс-подтверждение, что моя заявка принята, и я ждал ответа. И вот 27 декабря, я, находясь на крыше здания, я был на работе, с моей командой мы ставили огромные буквы, на секундочку, я понимаю, я занимаюсь наружной рекламой, мне приходит смс, что по вашему обращению принято решение. Я перезваниваю, и мне говорят, смотрите, Дмитрий Андреевич, мы готовы пойти вам навстречу, мы готовы вернуть вам часть денег за страховку за неиспользованный период, только при условии, что вы досрочно закроете кредит до конца года. 27 декабря, я говорю, до конца года, то есть в течение четырех дней, да, в течение четырех дней. Я на тот момент сразу подумал, ах, они жулики, объясню почему. Смотрите, вот я вам в начале видео начал рассказывать про рефинансирование. Чтобы я мог его сделать, мне нужно было в любом случае дождаться 7 января. 7 января у меня списывался платеж 6, и именно после 6 платежа я могу, собственно, перекредитовываться. И я думаю, что юристы посидели, изучали мое дело, подумали, ага, четыре дня осталось, впереди Новый год, ну давай ему, вроде как бы, мы не отказываем, говорим, да, не вопрос, мы пойдем к тебе навстречу. Ну попробуй за 4 дня найди деньги, как бы у меня вот налички, так чтобы зайти, взять нету. Опять же, если снимать карты, это тоже деньги, сейчас надо заказывать, сейчас вот прийти в банкомат, снять миллион, да это целая проблема, на самом деле. Я, естественно, звоню в банк, говорю, ребят, ну как так, блин, 31 число уже совсем скоро, я просто-напросто не успею физически. А что они мне предложили следующее, давайте дождемся окончания праздников, приезжайте, мы попробуем с вами еще раз написать эту претензию, и попросить продлить срок выплаты. Что я, собственно, и сделал. По окончанию праздников приезжаю, пишу, мол, так и так, дайте мне возможность оплатить кредит досрочно до 1 марта. Проходит некоторое время, мне говорят, да, окей, мы готовы пойти вам навстречу, закрываете кредит досрочно и мы вам сделаем перерасчет. Я, естественно, спрашиваю, сколько денег вы мне вернете? Ну я должен был понимать, общаясь с другими сотрудниками других отделений, все говорили, 264 тысячи, полгода прошло, ну скорее всего, 1100-130 вернут. Сами сотрудники Альфа-банка мне эту цифру сразу сходу не назвали. Тем не менее, опять составляем обращение, все как обычно. Мне приходит ответ, 236 тысяч, если вы закроете до конца января. Я говорю, чего 236? Я на самом деле был приятно удивлен, потому что по моим подсчетам на калькулятор именно такую сумму я и рассчитывал. Получив положительный ответ, я, естественно, очень сильно обрадовался. Позвонил в отделение банка, там они тоже офигели, говорят, 236 тысяч, ну неплохо, выполняя свои обязательства. Я поехал сразу в банк, который мне делал рефинансирование. Вся процедура прошла очень быстро. Условно, в 12 часов я у них, в час дня деньги уже падают на карточку Альфа-банка. В 2 часа дня я нахожусь уже в другом отделении и делаю досрочное погашение. Там в процессе общения с ребятами, ну сотрудники банка, везде молодые команды собраны. Я им рассказываю, вот такая ситуация, 264 тысячи, у всех глаза на лоб лезут, все надо мной смеются, говорят, да ладно, а как так-то? Больше 25 процентов, нифига себе, это что за страховка? В общем, я помню, что я еще раз какой-то был лошара, а Максим этот вообще, если ты смотришь, Макс, но это на самом деле с одной стороны, это конечно круто, вспоминая, что я денежку сейчас вернул, но с другой стороны, это вообще жестко. Вот так с людьми нельзя поступать. После досрочного погашения на следующий день я отправляюсь в отделение банка, забираю справку о том, что я им ничего не должен, плюс сюда я сэкономил 12 тысяч рублей по проценту, у меня остались на карточке. Ну и естественно, я еще раз пишу заявление на возврат денежных средств. И в течение 4 дней мне падает на карточку сумма 236 тысяч рублей, уже там можно сказать с копейками. И теперь давайте посчитаем 236 тысяч плюс 12 тысяч рублей, плюс 207 тысяч рублей, итого 455 тысяч рублей остается в кармане блондина. Таким образом, страховая съела чуть больше 28 тысяч за эти полгода, но в любом случае я встретился с юристом, пообщался, сейчас мне идти в суд, и доказывать, что меня обманули, прося их вернуть еще вот эти деньги, уже нет никакого смысла и собственно у меня точно ничего не получится. Ну первое, все вот эти полгода страховка была при мне и она как бы действовала. Естественно, банк, суд будет эпеллировать тем, ну если бы вдруг что-то случилось, ты бы мог бы ей воспользоваться. Поэтому вернуть эти деньги вряд ли получится. Да и в целом, сумму, которую мне удалось вернуть, она меня полностью устраивает, плюс проценты, которые мне удалось сэкономить, порефинансировать, меня тоже устраивает. Сейчас все деньги я закинул в другой банк, там у меня уже сумма кредита практически меньше миллиона рублей. В общем, на сегодняшний день мой платеж стал составлять 25 тысяч рублей. Таким образом, 6 тысяч опять-таки я экономлю именно по процентам. От себя еще раз говорю большое спасибо Сергею, который помог мне сделать рефинансирование и от себя обезусь, конечно же, исправно закрывать этот долг. Друзья, давайте подводить итоги. Ну смотрите, я вам еще раз говорю, такая ситуация может произойти с каждым. Я ничего лишнего на банк не наговариваю, я не пытаюсь делать какие-то показательные порезы карт, еще чего-то. Нет, я будучи клиентом Альфа-банка рассказал, с чем я столкнулся. На сегодняшний день я считаю, что наш с ними конфликт, скажем так, закрыт, они мне вернули деньги, я этим полностью доволен, я стал клиентом другого банка, где условия меня также устраивают. Вас призывать куда-то идти, куда-то не идти, я не буду. Делайте выводы сами, учитесь на чужих ошибках. Если вдруг этот видеоролик кто-то смотрит из руководства Альфа-банка, вы поймите, так было неприятно зайти в такой известный банк средь бела дня в 2017 году практически в центре Москвы, обратиться по-человечески за потребительским кредитом, я был согласен на вашу процентную ставку. Но вот в процессе этого всего диалога узнать потом, что у меня оказывается есть еще дополнительная нагрузка в виде страхования жизни на 264 тысячи рублей, которые по сути я даже воспользоваться не могу. Я понимаю прекрасно, что такого рода услуги могут быть полезны людям взрослым, у кого есть дети, у кого есть какие-то легкие проблемы со здоровьем, у кого есть имущество, у кого есть что-то, во что дети вообще их могут вступать в наследство. И эта страховка поможет им избежать долгов. Но в моем случае у меня ничего нет. И зачем мне ее предложил ваш менеджер, я понятия не имею. Вот это на меня наложило большое черное пятно и с вашим банком я бы хотел разойтись на этой ноте и никогда больше к ней не возвращаться. Друзья, наматывайте на ус мою историю. Я считаю, что видео получилось действительно полезным, поэтому ставьте лайки, делитесь им с друзьями. У меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, подписывайтесь на сам канал. Теме банка мы больше не возвращаемся. Все хорошо, я из этой ситуации вышел. Кто лошара? Ну уж точно не я. Все, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok